Не ждите меня на работе На туре, на туре, на туре, на туре Смотрите все это на туре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще погоду любую Меня вы отыщете тут же Гоняющий круглый побольше На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре Готовим, готовим, готовим Смотрите все это на туре Добрый вечер, дорогие друзья Пролетели просто необыкновенно быстро Две недели уже на улице выпал снег Легкий морозец пошел Ну и со всем этим прошло у нас два тура Западной премьеры лиги, в которые включали себя Также и Еврокубковый матч Об этом мы обязательно обо всем поговорим Сегодня в нашей студии будет Максим Киселев А значит наш народный комментатор Поговорит о вторых и первых лигах В общем будет интересно И все мы успеем обо всем поговорить И все вам показать В студии Михаил Меркулов Дмитрий Ершов Дим, ну что ж, две недели для тебя тоже пролетели мгновенно? Ну я бы так не сказал, что прям мгновенно Потому что все-таки много всяких дел Да и потом снег выпал А это значит, что нужно как-то готовиться к зиме И в общем-то какие-то мероприятия в связи с этим проделать Ну хотя бы банально поменять шину Поэтому дел было очень много Да, у нас сегодня будет Максим Киселев Также у нас будет интересный гость И который представляет, кстати, не только западный пример лигу Но также и третий дивизион Об этом, обо всем и по порядку поговорим непременно Но начнем, наверное, с Еврокубков Которым мы в прошлой передаче уделили очень большое внимание И поэтому сегодня, пожалуй, мы начнем немножко бегло И бегло пробежимся по ним И начнем мы с самого престижного Еврокубка Москвы А может быть всей России Ну по крайней мере это мое личное мнение Это Лига чемпионов В которой представлено две наших западных команды В группе А и Б Вот А и Б прям рядышком группы как раз расположены И для нас они наиболее интересны В группе А ЦДН обыгрывает На выезде На выезде, да Северную Нимву с отсчетом 2-1 И укрепляет свое лидерство в квартете Что для меня приятная неожиданность Сложная группа Поэтому каждая очка на вес золота И вот выездные победы Они, конечно, в два раза более весомые Потому что, конечно же, на выезде играть сложно А это выезд на север Вокруг, ну так скажем, которым запад не очень сильно любит И вот как раз любит преподавать уроки Много команд на самом деле поплатилось Вот за то, что С безответственностью отнеслись к северным соперникам Но благо ЦДН не повторил этих ошибок Не наступил на те же грабли И смог со счетом 2-1 Увести три очка С Флотской Команду мы, безусловно, поздравляем с этим достижением Но, наверное, не только Ею все-таки ограничивается представительство Запада В этом действительно очень значимом турнире Группа Б, где представлено у нас ФКСП Футбольный клуб сотрудников прокуратуры Набрали важнейшие очки в матче против Россоши Напомню, что сейчас были спарринные матчи с этим клубом И первый матч завершился на выезде со счетом 1-1 Мы в прошлой передаче также об этом обсуждали На этот раз была добыта уверенная ничья Уверенная победа, прошу прощения И команда сейчас наша занимает второе место И самое интересное, что Кайзер обыграл Гефест Что для меня тоже немножко неожиданно в этой группе И Кайзер сейчас возглавляет группу Б Но и ФКСП сейчас вторые Но сейчас два сложнейших матча Кайзер и Гефест Ну вот за руку предстоит сумасшедший И вот вполне возможно, что может огнуться как раз не сейчас с Россоши Потому что вот я посмотрел, ничего там сверхъестественного В Россоши не было Но видимо поле, гостевое Поле, да, все это Гостевой выезд Один из первых Ну можно назвать осечкой Осечкой вот эту ничью И сейчас как раз у себя дома На Сетоне парке уже ФКСП доказали, что это действительно была какая-то ошибка Какая-то вот неразбериха Может быть какое-то действительно невезение Потому что моментов там было очень много Группа еще сложнее, чем у ЦДН ФКСП пока находится на второй строчке В турнирной таблице Но опять же таки мы безусловно ждем От нашего западного клуба Выхода Выхода С третьего места в Кубок ЛФЛ А выхода в плей-офф Лиги Чемпионов Ну достаточно же действительно в Кубок ЛФЛ Играл совсем недавно ФКСП во финале Кубка ЛФЛ Поэтому пусть лучше выходит в Лигу Чемпионов В весеннюю стадию Ну и отметим, что еще у нас один представитель Все-таки есть в Еврокубках Это все-таки Мега Титан Но свой матч очередной уже Уже по-моему второй или третий Да, он пропускает Третий Третий матч подряд, да Подопечный команды Игоря Кроткова Не может сыграть И пока что одна победа На длине Алькор в гостях И с тех пор мы Мега Титан Лиги Чемпионов не видели Кстати говоря Дим, пока мы далеко не ушли Про Мега Титан скажу Почему, собственно, пропускают Потому что есть сборные команды Которые делегировали сборную Это Сергей Кутузов И Александр Куксов Но там еще ситуация намного более запутанная Потому что в группе еще и Селтик представлен Еще и Селтик, да Точно, хорошо, что ты напомнил Там тоже Ижемаледдинов Тот же, да, например Был еще несколько футболистов Поэтому по совокупности Вот пропускают Мега Титан Игры в Еврокубку Причина уважительная Ну давай, Дим, кратко Поздравим нашу сборную Кстати говоря С чемпионом С тем, что стали Наши чемпионом мира В Гватемале В финале обыграли С счетом 4-2 Хозяев турнира Ну и подопечник Дмитрия Смирнова Мы с этим Выдающимся Великолепным результатом Конечно, поздравляем И от души желаем Выиграть только Осталось только чемпион Чемпион мира 6 на 6 Стоит порадовать У болельщиков Мега Титана Уже в эти выходные Команда вернется В Лигу чемпионов И будет как раз Доигрывать Вот эти самые Матчи Поэтому Ожидаем Ожидаем их Безусловно Здесь на Сетунь парке Ну и конечно же Будем чествовать Наших героев Переходим Кубку ЛПЛ Здесь уже Более широкое Представительство Западных команд И Почти все Они В общем-то Привезли на Сетунь парк Или же здесь Набрали 3 очка Ну вот Кроме только Наверное Одного коллектива От которого На самом деле Мы такого не ожидали Согласишься Миш, ты со мной Нет Да Абсолютно С тобой согласен И этот клуб О котором мы В этом сезоне Говорим много И наверное Будем еще Говорить Это Футбольный клуб Титан Который На выезде Неожиданно Проиграл Со счетом 6-0 Футбольному клубу Лебопа Попытался я Узнать там Какие-то Про подробности Что же Но вы узнал Другие подробности Да Ну пока я Собственно Не знаю Говорить не говорить Например Ну я думаю Что нет ничего Такого Секрестесного Что Игорь Крыжановский Покинул Ты про это Да Наверное Конечно Имеешь ввиду Что Игорь Крыжановский Покинул клуб И судя по тому Что написано На сайте На этот клуб Нынешний Стал теперь Магистраль То есть Обратно Можно сказать Вернулся Игорь Ну ладно Это Дела Трансферные Я думаю Что в одной Из передач Мы обсудим Эти Трансферные Новости Тут Другой Вот Я хотел сказать О том Что Попытался я узнать Что же произошло Посмотрел я Стартовый состав На матч Но там Такой состав Извините меня Кстати С Крыжановским Стартовым состав Что Ну я не знаю Там можно Разносить Всех В пух и прах Но Что больше удивляет Поражение Или поражение С таким счетом Наверное Поражение С таким счетом Меня удивляет Раз И второй момент Что Судя по тому Что удалось узнать Все таки Играл Дублирующий состав Потом Видимо вышел Дублирующий состав Которому дали Игровую практику И команда Попула Хотя У меня Вопрос Который я не успел К сожалению задать Как Какой дублирующий состав У Титана Это Который на Юго-Западе Играет Дубль Ну если Да Идти Грубо говоря Основываться именно На словах То есть как это Действительно называется То наверное да Дубль Но по факту Мы конечно знаем Что у Титана Большая обойма И вроде бы Даже где-то были Вот эти слова Сказано Что Главный тренер Титана Хочет дать поиграть Всем футболистам Именно в Розыгры Кубка ЛФЛ Ну вот За что боролись На то и напоролись Как говорится 6-0 6-0 В принципе Позиции Титана В группе Неизыблемы Также первое место Остается За коллективом Владимира Короткова Ну а остальные Остальные Западные команды Безусловно Лучше Выступили И набрали По 3 очка Соответственно Улучшив Свои И без того Хорошие позиции В Кубке ЛФЛ Трансконтейнер У нас В группе А Продолжает занимать Первую строчку В их активе Уже 9 набранных баллов 3 победы В 3 матчах Ну и надо сказать Что все наши Западные команды Они проводили Ну Кубок Кубка ЛФЛ Так сказать Они проводили Все матчи дома Соответственно Родные стены Помогали И Не все матчи Складывались легко И для Трансконтейнера Тоже Там Были сложности Но все-таки Удалось дожать И пока С процентным результатом Команды идет Так же И как КПРФ Например С Фемидой Вроде бы Счет крупный А по факту Да В середине Второго тайма Счет был равным И все так ясно Большое удивление Было увидеть В Фемиде Александра Горшкова Бывшего футболиста Москвы Кирилл Иванов Кстати Фемид тоже Бывший футболист Москвы Да Приехали Но К сожалению К сожалению Для них К счастью Для нас КПРФ Одержала победу Победа уверена И Как нам обещал Илья Савченко Команда сейчас Действительно Как-то Встает из пепла Да Набирает очки В группе В своей группе ЛФЛ Скорее всего Выйдут Решат свои задачи И смогут выйти Дальше В непосредственно Плей-офф Именно точно Я говорю КПРФ Это кубковая команда Длинные дистанции Ей тяжело даются Но мы об этом Поговорим чуть позже Кубковая команда Без единого кубка Да Да Но тем не менее Все таки Достойные всегда Коммунисты Смотрятся именно там Вообще интересно Что в чемпионате КПРФ И Москва Стречались вместе Друг с другом Об этом поговорим Но Также Москва Также у нас Играла И набрала Свои очки Непростые Там выливая победа Сначала Как москвичи Проигрывались Что там 1-0 Но затем Перевернули Ход матча Вторым тайм И добились Победы Но вот тоже Москва неплохо Идет В Еврокубках Но вот В чемпионате Пока бух Те кто все таки Досмотрел Трансляцию до конца И увидел После матчевого интервью С Валентином Лиховенко В принципе Понимают К чему сейчас Движется команда И что Какой-то определенный Сейчас подъем Все таки Коллектив будет переживать Поэтому Будем надеяться Что и результат Подтянется Вместе За игрой Довольно таки Хороший Пойдет результат Еще одна группа В которой Представлена Западная команда Это группа Е Там магистрали Продолжает Очень уверенно Действовать Была одержана Победа На выезде Победа С хорошим счетом 4-1 Над бедой Северный Вот мы с тобой В начале Передачи Сказали Что очень сложно Всегда выезда На север И это не было Исключением Но да Будет победа Уверенная Да и магистраль С абсолютным результатом Четыре победы В четырех матчах Продолжает Здесь лидировать Но у нас Произошла Небольшая такая Заминка Вызвана Над тем Что ложанул Я немножечко В прямом эфире И сказал Что КПРФ без кубков Нет Все-таки Выигрывали И это действительно Правда Кубок Запада Но речь у нас Все-таки шла Про Еврокубки И кстати Мы их полноценно Мы их полноценно Обсудили Ваня Приветствую Приветствую Все-таки Начало сезону Мы славимся Все-таки 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 А в целом, даже если там 2-3 игрока даже из передней линии не приезжают, то это отображается у нас сразу же. И такой вопрос еще про начало сезона. Ты сказал, что вы любительская команда, вы не тренируетесь, тяжело входитесь в сезон. Но предыдущие годы как раз наоборот. Начинали-то вы там из сумасшедших побед над Мегатитаном, и в Атлантис отбирали очки. В начале сезона играли хорошо, где-то уже к серединке, когда наберете очков, уже немножко спад у вас идет. Потом к концу сезона. А здесь как-то все по-другому. Ну, первые игры, так если вспоминать, нас переиграл, наверное, только Портер. Именно вот так вот давили, и очень быстро были с другими. Там, если вспомнить, с западным легионом. То есть так чувствовалось, что мы не должны отпускать игру, введя 2-0. Ну, вот так вот сложилось. Какие-то привозы постоянные в первых играх. Я был, наверное, в самой плохой форме, и от центрального защитника очень много зависит. Поэтому там первые игры полностью, наверное, на мне вина. То есть худший, наверное, был игроком. Ну, и сразу отображалось на результатах. Вот, поэтому так. Интересно. У меня вот такой вопрос. На мой взгляд, все-таки в любой команде очень весомая роль тренера. И в кеглях, в общем-то, тоже. Потому что как раз команда славится своей игровой дисциплиной, в первую очередь. Но в этом сезоне мы все реже и реже, а сейчас вообще не видим на тренерском мостике Андрея Гольцова. Вот с чем это связано? Ну, Андрей какое-то время в отпуске был. Две недели. Какой-то там были некоторые. Помогал там семье. Вот, поэтому я думаю, что это временно. Мы хотим Андрея видеть у нас. Нам важно, чтобы Андрей был. Так что Андрей еще появится не раз и будет. Ну, вот просто так анонсирую чуть-чуть нашу следующую часть программы. Все-таки за дубль Андрей приезжает довольно-таки часто. Да, но здесь все-таки не секрет, что понятно, что зарплаты как таковой нет у тренера. Да, Андрей это человек, который в кеглях давным-давно, до самого начала клуба. Да, и поэтому приезжал, поддерживал, помогал. Ну, наверное, в течение времени все-таки и с появлением дубля приезжать, уезжать из семьи два выходных и суббота, и воскресенье. При этом Андрей живет не близко. Ну, вот, ну, тот год дубль появился, поездил, но сейчас, видимо, реже получается. Ну, то есть никаких тут претензий. У нас все равно там Андрей Котлер стал приезжать, либо Никита Афанасьев. Они сейчас в роли тренера? Ну, у нас три человека есть, кто приезжает, да, и они могут руководить командой, руководить заменами. Вот, поэтому для нас большой проблемой не будет. Главное, чтобы был кто-то на бровке. Ну, Андрей проснулся в куск футбола, получается. Да, Андрей хочет играть, ему нравится. Ну, это самое главное. Вы, прошло две недели, Ваня, вы встречались с достаточно сильными соперниками. Вот, было набрано очко, но мы, по крайней мере, увидели кегли. Начнем, наверное, с прошлых выходных, когда вы встречались с футбольным клубом «Магистраль». Что, можно сказать, по этой игре? Помнишь ее вообще? Вспоминаешь? Ну, конечно, помню. Ну, конечно, обрадовало то, что получилось сыграть в ту игру, которую мы можем. То есть, навязали борьбу. Уже по ходу матча чувствовалось, что нам там удается. Не как в прошлых матчах, может быть, там дурацкие голы с привозом собственных ошибок, обрезов. Там первые два пропускаешь, уже сложно. Но вы пропустили первый и рано, на третьей минуте. Ну, да, согласен, согласен. Ну, проявили характер. Были, кстати, замены. У нас подъехало там два игрока новых. Это, наверное, дополнительно какие-то эмоции всегда дает, когда появляется кто-то в команде. Ну, все это, наверное, в сумме дало такой результат. Зацепились. Что можно вообще сказать о магистрали? Все-таки мы причисляем эту команду к фаворитам этого сезона, да, усилившимся Корчагиным, Шостаковым, игроками сборной России, да. И все-таки в Еврокубках команда выступает достаточно неплохо. Вот. Что можно о ней сказать? Ну, мы, скажем так, в приятельских отношениях с Денисом, с Сашей, с тренером. Вот. Иногда приезжаем к ним на тренировки. Вот. Поэтому с удовольствием за магистралью следим. Вот. Мы, в принципе, еще с ними тренировались, когда они были в первой лиге. Вот. И... Ну, понятно, что каждая позиция достаточно хорошо комплектована. Особенно с появлением Шостакова и... Корчагина? Да, Эдика. Вот. Ну, все равно команда еще молодая, когда состав ротируется так часто, да, то есть сложно сразу результат. Я думаю, что там год-два, если там костяк появится, уже сформируется, будет, то я думаю, что за горами и хороший результат. Потому что сейчас, насколько я знаю, они чуть ниже середины, да, хотя по потенциалу там могут идти в тройки, в четверки. Ну, вот в том-то и дело. Кстати говоря, Корчагине, завтра у нас выйдет интервью с Эриком, как героем тура, то вот что можешь сказать об этом нападающем? Он назовет тебя? Во-первых, твое мнение. Насколько сложно играть с ним? Ну, Эрика я еще видел, потому что так, как я болею за Динамо, то есть я помню еще, я, наверное, там был относительно молодой. Да, смотрел по телевизору, футбол там еще не в такой мере, наверное, сильно так увлекался и сам играл, да, но как бы помню. Поэтому всегда, конечно, приятно поиграть против таких игроков. Но из плюсов понятно, что, наверное, один из лучших форвардов, который играет корпусом, вот, ну, плюс замыкает именно атаки, оказывает, ну, форвард штрафной. Ну, судя по тому, что он не забил в этой встрече, он... Ну, мне, лично мне просто легче играть с такими игроками, которые, ну, как сказать, как столб, да, то есть здесь у меня достаточно задача простая, быть всегда рядом. Один раз я, кстати говоря, ну, и на опыте Эрик сыграл там по пенальти, да, ну, и я спровоцировал судье, дал полу там пенальти, ну, который Эрик не забил, вот. Был пенальти, кстати? Ну, здесь касание было, ну, понятно, что я там сейчас могу говорить, я там не выбивал мяч, ничего, я ставил ногу. Эрик грамотно свою ногу вставил мою формально, касание было, наверное, по правилам это, да, по духу игры, это не пенальти, потому что, ну, наверное, понимаете, о чем я. Ну, собственно, знаете, знаешь, это, как говорят, вот, не забил пенальти, это футбольный бог, типа, был, ну, можно в какой-то степени сказать, что, да, футбольный бог и... Да. Помог, как, ты думаешь, после этой игры он назовет Ивана Никифорова одним из самых сложных защитников в Сападной лиге? Запомнился, как думаешь, запомнился-то ему? Да, я думаю, что, ну, я с Эриком не общался, сложно сказать, я просто помню передачу, когда, в принципе, Эрик говорил, что, ну, ничего конкретно там обо мне не запомнил, и здесь нет претензий, но Эрик играл за границей и в таких командах, что, ну, я уверен, хотя по игре видно, как и Медведев, они выкладываются полностью, да, но все равно там что-то выделять какого-то игрока из-за кигле, может быть, и нет. И претензий здесь нет, это нормально. Вот прежде чем переходить к матчу в минувших выходных против Титана, все-таки хотелось бы узнать, с чем это связано, вот такой рывок кеглей, который сейчас мы можем наблюдать, да, хорошая игра с магистралью, едва не был обыгран Титан. Вот что сейчас именно случилось? Ну, набрали форму, там, одни из лидеров команд, плюс мы укрепились, пришли вперед несколько игроков, которые, как сейчас модно говорить, фактор X, по-моему, ну, то есть они делают разницу. Ну, у нас такая команда, что мы можем у любого обыграть, с любым потерять очки, потому что у нас практически все атакующие и мало людей, которые умеют забивать. Нам достаточно одного-двух игроков, которыми забивать, и мы любой матч можем перевернуть в свою сторону. Это, ну, не преувеличение, это так. То есть, зная, что у нас есть состав защиты, и игрок, способный взять на себя ударом дальним, вот, допустим, как Мымрин, забить в девятку, ну, мы можем обыграть любого. Просто, ну, так как мы любительское, у кого-то работают, мы не собираемся, да, то есть предпочтение там все отдать, чтобы приехать на игру, не у многих есть, это тоже нормально. Поэтому здесь вот так получилось, что приезжали игроки, забивали, и плюс защита. Вот, если там завтра не приедет пару игроков, но опять будет сложно. Приедет состав, все будет хорошо. Вы, кстати, не смотрел ли предыдущий выпуск в натуре с Ильей Савченко? Смотрел. Он как раз рассказывал про тактику КПР, мол, мы всей командой сидим в обороне, а впереди у нас ККЦ и Севастьянов, в общем-то, делают, что хотят. Вот вы, может быть, тоже к этому придете? Ну, я думаю, что не то, что мы пришли, мы придем. Мы, наверное, так и играем, у нас других возможностей нет. Мне все-таки кажется, что Кегли более такой комбинационный хотят футбол показывать. Все-таки и тот же самый Паша Клейман, который в центре играет, он подключается, участвует в бронительных действиях, атаки подключается, фланги довольно-таки активно. И в целом мы даже не редкость, когда увидим кого-то из Козловых в штрафной площади соперника. Ну, мне кажется, все-таки, знаешь, я тут за вами скажу, что нету такого столба у Кеглей, как, допустим, ККЦ, который может... А Щербаков? Ну, мне кажется, во-первых, он не так часто едет в этом... Или как Комиссаров? Или как Комиссаров, да. Комиссаров – это человек-фантом, я так понимаю. Я немножко поговорил с Дмитрием Капраловым, вот, он даже не знает, будет ли он вообще когда-нибудь в этом сезоне на игре. Вот, плюс Щербаков, на мой взгляд, мне кажется, не в самой лучшей форме сейчас находится, да, плюс достаточно мало играет, поэтому говорить, да, о Щербакове, ну, мне сейчас сложновато. В Термене все-таки нет таких индивидуальных, сильных, мне кажется, как Севастьянов, футболистов, а Севастьянов очень хорош, один в один, возможно, один из лучших западной лиги, вот, поэтому здесь, мне кажется, все просто. Ну, с Севастьяновой Кокацией нам бы хватило, чтобы быть выше середины, я уверен. Ну, насколько я знаю, Вань, ты очень плотно прослеживаешь все трансферные новости, ищешь, я имею в виду в плане того, что ищешь какие-то свободные игроков, где что, чтобы найти команде помощь. Правильно ли у нас информация? Ну, да, и Диме Капралу тоже большое спасибо за это, вот, и он как-то, получается, находит, и у меня там... Недавно в коробку вышел поиграть, там, случайно, вот, Андрея мы заявили, просто он тоже случайно попал на коробку, недавно переехал жить, и узнал, там, днем, что собираются Шлыков. Вот, и, ну, то есть, я увидел, что, ну, он пришел потренироваться, там, сказали, что в 8.30 собираются, все, я увидел, поговорил, мы на следующий день его заявили. Вот, вот, вот так вот порой у нас трансферы проходят. Интересно, ну, а что, у нас транс большая, дворов много, поэтому можно в любом дворе какой-то алмазик-то найти, немножко гаранить его, да, и вообще будет хорошо. Ну, игра, собственно, с магистралью у Кеглей была неделю назад, также прошли еще несколько матчей. Я предлагаю обсудить эти матчи. Один из центральных матчей, это победа Портера над Титаном. Наверное, я видел счет, может быть, и застал игру, нет? Ну, я смотрел по видео. Ну, замечательно. Собственно, что ожидал вообще от этой игры, да, все-таки немножко, для меня удивительный был счет. Ну, да, наверное, от Портера все время ожидается, что где-то, наверное, он должен начать проигрывать, да, потому что нет каких-то громких имен. Вот, ну, видимо, так коллектив подобрали, и Максим так руководит, вот, что, наверное, максимум сейчас коллектив выдает. Вот, ну, там нельзя сказать, что я там что-то загадывал, вот, но счет интересный. Ну, ты довольен победой Портера? Или как за кого ты болел? Ну, конечно, всегда хочется болеть, там, Титан все равно какие-то эмоции вызывает такие противоречивые, так всегда получается, да, может быть, как в свое время, там, Барс, хотя лично у меня никогда нет, вот. А Портер там, грубо говоря, команда попроще, да, и Максим давно знаем, и, в принципе, Карташова, там, Шургая, то есть людей, ну, симпатизировал им больше. Ну, тебе игра понравилась? Да, хорошая, Портер так быстро играет, такие игроки быстрые, интересно было смотреть. Скажи, пожалуйста, ты смотрел этот матч, наверное, не только из-за своего футбольного любопытства, да, но и также из-за того, что Кегли в следующем туре предстояло играть именно с Титаном. Подметил ли что-то для себя? Ну, так получалось, что мы одно время, Титан после нас играл чуть ли там не три тура подряд и постоянно оставались, смотрели, вот, прямо, что-то прямо такого конкретного, там, как Головской играет, как Игорь Крыжановский, как Медведев, как Капков, мы в целом, наверное, знаем, вот, поэтому, ну, прямо такой сильной задачи не было. Вот как ты думаешь, за счет чего все-таки Портеру удалось обыграть Титан? Ну, не знаю, сейчас строить себя какого-то дикого аналитика, но Титан, наверное, еще, опять-таки, тоже формируется, игроки, грубо говоря, тоже как раз вы, по-моему, на прошлой передаче об этом говорили, да, что там Севастьянова хотят поставить, зачем, куда, непонятно, вот, ну, то есть есть там набор игроков, ну, хотя, может быть, тренер Титана сейчас там, как-то, да, подумают, о чем я говорю, там, наверное, они играют в то, что они хотят, вот, но... Портер как команда была целостнее? Ну, казалось, да, и как-то и заряжение повеселее бежали ребята. И вот через неделю вам встречаться с Титаном, предстояло, что вы думали, какой план на игру, или же вам было все равно? Ну, для нас самое главное это было собраться, достаточно сложно собирались, должно было быть там 3-4 замены, в итоге, ну, оказалось так, что вообще без замен позвали Алексея Воеводина. Из дубля, да, то есть он единственный был заменой, ну, честно говоря, предполагал, наверное, тяжеловато будет практически без замены играть, вот, но так, опять-таки, ход матча так пошел, что мы начали бороться, завелись, и, наверное, ну, позволило нам, ну, там, силы где-то, вот, ну, в общем-то, ну, так игра в целом удалась. Вы забили первыми, Александр Аберенко в пенальте вывел команду вперед, но, к сожалению, вы пропустили, пропустили и пропустили, причем чуть ли не под занавес вообще всего матча. Вот в тот момент не было ощущения, что сейчас Титан возьмет и додавит? Да, на самом деле не было ощущения, то есть, конечно, было огорчение, да, но при этом хотелось себя заставить, ну, эти мысли, да, гнать и сейчас, ну, продолжать в том же духе, вот, чтобы, ну, на это внимание сейчас не уделять, продолжать играть. Ну, сейчас мы смотрим фрагменты первого тайма, ну, вот, судя по моментам, Кирилля как минимум не хуже, вот, как раз назначены пенальти с рукой, да, мы, честно говоря, не сразу увидели, и здесь Аберенко, ну, вообще, очень уверенно, собственно, реализует этот 10-метровый удар, ну, и где-то местами везло, да, все-таки, Кириллян в первом тайме, да, вот какие удары были, Кржановска, Капков носил удар, да, здесь? Это уже второй тайм, но я, на самом деле, наверное, по первому тайму, честно говоря, не помню. Вот момент еще, да, какой, да, Беренко здесь, сделай 2-0, и, глядишь, там, Титану сложно было бы. Ну, в целом, нельзя было сказать, что нас разрывали, да, только, наверное, последний, там, когда повели 2-1, вот уже был. Вот розыгрыш, как, Вань, скажи мне, как, как, вот, забыли, вроде бы, так столько оборонялись, и там не могли расставиться. Там и штрафной, из которого было обидно, забыли, я там попросил остановить встречу, но к судье нет претензий, я поздно об этом попросил, на это время потратил, и Главской один оказался, и уже когда потерял позицию, штрафной просто обидный тоже был. Да, ну и здорово разыграли, мы тоже видели момент, второй гол, там, ну, вообще, как по книжке было, мне кажется, вообще никто не ожидал, и футболисты Титана уж, тем более, что кегли могут так сыграть. Затем повели 2-1, также мы видели. И вот он, этот момент, про который пойдет речь позже, потому что с него был именно забит третий мяч, который оказался победным в итоге, и вот на этот момент нам попросил обратить внимание Александр Аберенко, да, Миш? Мы, правда, не хотим уж прям совсем нашего... Вырезку не стали, да, это? Не хотим нашего передачи превращать в программу какой-то свисток, но давайте все-таки, наверное, покажем этот эпизод. Конечно, вот ключевой момент встречи, вот, пожалуйста, да, здесь Крыжановский пробрасывает себе на ход, и затем падает. Ваня, вот ты здесь борешься, да, вроде бы ты смотришь, да, за эпизодом, как тебе казался этот эпизод? Ну, честно говоря, в том эпизоде показалось как-то так, 50 на 50, потому что я был с Алексеем в этот момент, ну, я был сконцентрирован на моменте, вот. Когда Саша стал скидывать видео, ну, то есть на видео прям, ну, видно, что, как кажется, Игорь именно ногу свою оставляет там специально. Так кажется сейчас на повторе, что, ну, наверное, скорее там, может быть, какая-то грамотная симуляция, скажем так. Ну, то есть сам нападающий нашел ногу защитников? Ну, мне не хочется так на это пенять. Вот, да, там нас засудили, хотя я, наверное, один, ну, тоже расстроился, там было видно по эмоциям, и желтую получил из-за этого. Вот, ну, наверное, конечно, да, то есть, ну, уж точно можно было и не ставить штрафной. Ну, здесь очень, действительно, сложный эпизод. Вот, судя по такому медленному повтору, да, кажется, что, действительно, Оберенко эту ногу, точнее, нога Кырановского нашла ногу Оберенко, да, и вроде бы и движения нету, и сложно придраться, но, на самом деле, эпизод динамики, да, насмотрелся как железная... Ну, да, об этом и речь, что вот мне в динамике тоже вот так как-то сразу было. Ну, разговаривал я с несколькими арбитрами, да, по этому эпизоду, и кто видел момент, да, у всех, то есть у всех закралась мысль о том, что Кыржановский падал. То есть, вроде бы, когда сомневаешься, наверное, надо лучше, я не знаю, поставить штрафной, ну, потому что Криков Оруба потом было бы столько, хотя, опять же, да, у всех были какие-то вот доли сомнений, но все-таки вот эпизод... сложился, к сожалению, не в вашу сторону, да, но вот... Значит, где-то вернется. Ну, возможно, да, все-таки вы сейчас в целом-то выправили, да, ситуацию, вот, и я думаю, что где-нибудь в нужный момент обязательно вот это вам, как ты правильно сказал, вернется. Ну, вот игра с Титаном, Ваня, с одними запасными, ну, вообще, вот как можно играть перед игрой, мы думали, ну, сейчас, честно, мы же будем говорить, да, что сейчас кегли посыпятся, но... Ну, здесь, наверное, один из первых матчей, когда играли с двумя братьями в составе, то не было Димы, то не было Игоря, ну, то есть, нам свою задачу трое выполнить, а полузащитникам подстраховать, вот, поэтому так удавалось. Ну, я, знаешь, вот, на себя поймал на мысли где-то в перерыве, да, что вопрос, сколько хватит свежести кеглянку, вот, насколько хватит держать этот темп, да, обороняться все-таки, ну, это действительно очень сложно, да, когда 60 минут матча, ты, в основном, думаешь об обороне, да, и не так мало проводишь, не так много позиционных атак. Еще большинство людей не тренируется. Тем более не тренируется, да, Титан. Я очень не знаю, как можно играть без тренировок. Ну, вот, видишь, кегли как-то могут, ну, вы за счет сыгранности состава, за счет желаний все-таки, ну, и плюс раз в неделю, да, для кого-то вполне достаточно, тем более, вы-то уже команда опытная, и, мне кажется, это уже привыкли. Ну, как показал этот матч, можно, да, как-то, хотя, ну, не выстояли, наверное, где-то отчасти, как раз из-за отсутствия замен. Титан, собственно, проводил за двое выходных три матча, один матч мы обсудили с тобой, да, Портер был проигран, затем была нулевая нища против Веера 0-0, и, собственно, победа с кеглями на последних минутах, но практически три с половиной тайма Титан не мог забить. Вот, мы в прошлой передаче, ты, наверное, слышал, да, мы пытаемся разобраться, во что играет Титан. Вот, ты понял, во что? Понял, как действовать против Титана? И вообще впечатлил ли тебя новичок западной линии? Ну, ну, наверное, если сравнивать там с Мега Титаном, наверное, Мега Титан рвал нас как-то побольше. Вот, ну, я думаю, что, наверное, придет со временем. Опять-таки у них новичков пришло, хотя, может быть, и немного. Ну, не знаю, думаю, наладится. Кстати, Крыжановский ушел, судя по всему, в магистраль, вот. Ну, ничего себе. Вот. Ну, было видно, что у него как-то в Титане он все-таки любит быть лидером, а здесь начинал в запасе, да, как-то не шибко получалось, хотя, на самом деле, когда выходил, очень часто его действия именно Галам приводил, как и вот здесь, и штрафной, и еще, по-моему, какой-то момент. Он, наверное, тоже там был. Ну, да, да. Упоздал, когда второй гол нам забили. Ну, вот я с тобой, в принципе, согласен. И на Кубке, по-моему, до лета где-то травмированный, когда выходил. А, на Россию, что ли? Тоже, смотрю, он выходил, острота шла. Ну, не знаю, почему-то. Ну, собственно, от большой ротации тоже. Мы обсудили матч Титана и Веера, точнее, коснулись его с Колься, но хотелось бы еще остановиться на другом противостоянии. ЦДН против Веера. Это уже матч минувшей недели. И здесь, насколько неожиданно было. И вообще, кстати, вот мне интересно, Ваня играет, видел Веер, да, наверняка? Да, Веер очень бодрую банду собрали, поэтому как вначале, ну, то есть было непонятно, да, что и как. Вот, и я с Кириллом Графовым общался. Вот, но сейчас у них, ну, практически любая позиция достаточно хорошая, все бегут. Вот, поэтому... А что скажешь по игре? Это все-таки оборонительный стиль? Ну, да нет, я скажу, наверное, больше, наверное, вот такой еще. Я не смотрел полностью все матчи, да, но... А можно назвать стиль Веера сбалансированный? Ну, просто мне сложно сказать, потому что я от начала до конца матча не видел. Ну, просто так вот, ты остаешься после матча где-то, да, смотришь 10-15 минут. Видно, что все игроки, там, с футбольным образованием, там, все поджары бегут. Ну, и как-то, да, нельзя сказать, что у них провалы в обороне, и вот сейчас по игре видно, как в атаку хорошо бегут. Мы видели, как Веер забил в самом дебюте матча, сделал это Константин Сутармин, но вот СДН мы тоже причисляли к лику святых практически, в плане того, что команда будет бороться за чемпионство, но на деле-то получается, что осечка за осечкой. Здорово команда смотрится в Лиге чемпионов, но вот в Западной Лиге пока что команда буксует. Ну, не знаю, просто очень много у команды УХЛ меняются составы, да, и мне кажется, чтобы, ну, как-то такой успех иметь, надо какой-то костяк такой иметь, который уже играл, там, 4-5 лет, и вокруг него строить команду. И отсюда, наверное, нестабильность результатов, да, у нас сейчас можно посмотреть, каждый каждого обыгрывает, и, ну, наверное, мне кажется, из-за этого. Ну, вот мы смотрим, да, по нарезке, достаточно ровная игра, то одни атакуют, то другие, и раньше, да, казалось бы, ЦДН-Вер, ну, понятно, победа сам ЦДН, последний там сезон, полтора, да, а здесь, пожалуйста, борется. Ну, Вера, другая команда сейчас абсолютно. Да, вот, и, кстати, вот Кашкашвили, вы отметили, да, казалось бы, высокий форвард, такой, достаточно неповоротливый, но, посмотрите, забивает в каждом матче. Да, это некий такой феномен Алафа Кашкашвили, в какой команде бы он не играл, забивает он много, и, причем, в разных форматах футбола, то есть, действительно, всегда в списках бомбардиров. Ваня, вы играли с ЦДН, напомню? Нет, за счет ЦДН-ом не играли. Не играли, но вот против Кашкашвили будешь, наверное, особенно, да, внимательно? Ну, всегда интересно, да, с новым нападающим поиграть. Мне кажется, у Вани уже есть некая такая тетрадка или, может быть, книжечка, где он записывал всех нападающих, против которых играл, и как, в общем-то, нужно действовать. Это начало второго тайма. В дебюте Веру удалось очень важный момент забить, забить, сравнять счет, и, мне кажется, вот на этом психологическом фоне эмоциональном, да, Вера начала смотреться, ну, так скажем, чуточку лучше. Вот, горчичник дежурный от Герасимова. Кстати, Андрей играл в этом матче, Дима пропускал. Дима травмирован, да, колено мучает до сих пор, в общем-то, Андрей тоже играет с определенными травмами. Но здесь против ЦДН этот матч был сыгран очень рано утром, и в большей части по просьбе как раз Вера. И Вера здесь смог собрать очень оптимальный, хороший состав, что мы, в общем-то, и наблюдаем. И очень важна, конечно, фигура Михаила Пименова. Посмотрите, ну, сейчас, во-первых, он сделал во втором мяче глибу передачу, и здесь заработал пенальти, который со второй попытки смог реализовать, с добивания, точнее, Степанов, собственно, огорчил свой бывший клуб. Но я бы все-таки, пока мы смотрим видео, отметил роль Пименова в Ере. Согласны? Ну, он играет, по-моему, без замен. Мы как раз сидели, обсуждали, по-моему, на лавке, что он, в принципе, не молодой игрок, да, но он достаточно моторно играет, и при этом он и сзади помогает, и спереди, и, в принципе, такой драйв дает команде заведенный. Конечно, очень ценный такой игрок для команды. Молодец. Ну, посмотрите, как он подставился под пенальти, да, как грамотно, красиво, четко, там, Дмитрий Решов, не сомневаясь, указался на 10-метровый, и футболиста ЦДНП особо-то и не спорили. Это уже концовка матча, ЦДНП что-то в роли навала попытался устроить, но вот явных каких-то голевых моментов, шансов не было, разве что, наверное, удар анти был, да и все. Ну, и сказать, что Вера выиграл незаслуженно, наверное, нельзя, да, вот подытоживая это. Нет, абсолютно заслуженная победа, ЦДН сейчас в лихораде, ЦДН, честно говоря, не знаю, что сейчас команды, ну, по-настоящему происходит, потому что одно дело, там, какой-то отрезок пройти нестабильно, там, где-то терять очки, а другое дело уже, считайте, 12 туров, да, почти уже половина чемпионата, и до сих пор ЦДН не может набрать вот эту самую стабильность, тот самый ход, который нужно. Да, может быть, стоит какая-то задача на Лигу чемпионов, там настроек больше, но хотелось бы, чтобы все-таки, если не получится в этом сезоне, да, в Лиге чемпионов, нужно же и на следующий год попадать туда. Ну, конечно, конечно. А это надо занимать лидирующие места. Поэтому ЦДН, конечно, нужно что-то с этим делать, что-то придумывать. Я бы хотел еще один матч отметить, матч лидеров ФКСП «Трансконтейнер». Вот, тоже проходил, мы 4-0 победа ФКСП, Валь видел? Нет, этот матч не смотрел. Не удалось посмотреть, вот мы с Димой кратко расскажем о том, что борьбы, на удивление, в этой встрече не получилось. Ждали мы этого матча, да, все-таки. Интересно было посмотреть на «Трансконтейнер», который мы хвалили, который набрал ход, и, казалось бы, вот-вот она, когда нужно обыгрывать лидеров действующего чемпиона. Ну, на деле мы действительно узнали, насколько важна роль непосредственно Максима Галихина в стане «Трансконтейнера». Потому что Максим Галихин днем ранее перебрал желтых карточек и не смог принять участие в этой встрече. И поэтому Сергею Зайцеву пришлось играть в центральной зоне. То есть, соответственно, «Трансконтейнер» сразу же лишился крайнего защитника. И при этом Зайцев уже, как мне кажется, все-таки в этом сезоне свыкся с позиции именно защитника. То есть, получается, что «Трансконтейнер» сейчас зависим от одного игрока. Это первый гол, кстати говоря. В данном матче, в матчах топ-уровня, да, действительно зависит от Максима Галихина. Ну, и также стоит отметить, что все-таки основной голкипер также на травме прибывает. Павел Савоськин где-то еще, наверное, недели две. И мы его не увидим на Светуне Паркину, я имею в виду, в игре. Петр Плотников занимает место в воротах. В общем-то, довольно-таки уверенные матчи он проводит. Но при этом, я думаю, что все-таки не зря Павел Савоськин на спине носит первый номер. Смотрим мы как раз нарезки из этой встречи. Видите, еще солнышко ярко, да, еще зеленый газон без снега. Но мы ближимся к, собственно, зиме. Вот Плотников вручает в нескольких моментах свою команду. Ну, вообще, преимущество прокуратуры, да, в этом сезоне над многими командами, у тебя оно удивительно или нет? Ну, я слышал, что наоборот, какое-то мнение было, что у них многие перестали приезжать, и они сейчас смотрятся, да, они там, хотя бы по результатам у них, по-моему, одно поражение, да? Да, они ведут так же, как Портер. Ну, да. Смотрите, как здорово, да? В принципе, Бирюков, Читая, есть там, да, Фаустов. Ну, тем более у них как раз, они, скажем так, сформировались уже, да, как команда. Поэтому я думаю, что, да, будут одни из лидеров. Ну, вот опять-таки вопрос в центральной зоне. Два мяча, Заикин забивает, игрок именно середины поля. Ну, в таких матчах, наверное, да, кто выигрывает середину, тот и выигрывает матч. Здесь Заикин был хорош, здесь переигрывал того же Зайцева, кто был в центре. Причем эта проблема, она, то есть, мы сейчас не говорим о каких-то вещах, которые нужно там рассматривать каким-то, обладать определенным зрением, да, видением игры или еще чего-то. Пожалуйста, просто даже можно посмотреть второй тайм, Зайцева в середине заменил Жарков, у которого, ну, вся игра, на самом деле, в атаке в первом тайме строилась через Жаркова. А развивать атаки через фланги, ну, это довольно-таки тяжело, и это не всегда получается. Ну, вот, кстати, ведь Крылов же в таких моментах может играть в центральной зоне. Он же и... Когда последний раз Крылов в середине из поля использовали. Ну, я согласен, но все-таки, да, и по интервью, Дим, мы при этом помним, он нам говорил, что он все-таки игрок центральной зоны. И почему бы на столь важный матч не попробовать его в середине? Мне кажется, это было неожиданно и для ФКСП, ну, и для команды, мне кажется, было бы гораздо лучше. Возможно, возможно, но опять же-таки тогда появляются вопросы с левым защитником, и потом стоит отметить, что это, так скажем, второй такой креативный центр у трансконтейнера. То есть играет там Галихин или там Зайцев в середине. Это одна зона креатива. И еще второй темп в лице как раз защитника Лео, в лице Павла Крылова. А Мазжурин не было? Мазжухин. Мазжухин, да. Мазжухин был. Мазжухин балансирует между основой и резервом. Раньше играл постоянно. Ну, сейчас кто в основе, то на замене. То есть по-разному там бывает. Ну, вот таким один из центральных матчей получился. На этих двух выходных. Дима, на что еще можно было бы обратить внимание? Что? Обсудить, наверное... Очень быстро можно пробежаться по матчу Москва-КПРФ, потому что он получился действительно очень зрелищно. Может быть, он особой такой турнирной мотивации не имел, но тот камбэк, который горожане смогли сделать, это дорогого стоит. Вот, ты знаешь, Ваня, ты знаешь, что произошло в конце? Да, мы как раз разминались и как раз видели, как вот со счета 2-1, когда Москва вела, да, потом КПРФ 2-2 сравнял. 3-2 и 4-2, казалось бы, да, всем, что тут КПРФ доведет матч до победы. Вот, но при этом уже начали вальяжничать, как раз заменили. То есть было заметно, да, что начали? Ну, там желтую карточку потерял, игрок получил, вот, который сейчас с мячом в конце. Сашнин. Да, Сашнин, там, рукой он сыграл, по-моему, он не должен был делать так вот. Как показалось, его заменили, да, чтобы не было этого, ну и вот. Кстати, интересно, в кеглях, вот, все-таки, команда сильна своей дисциплиной. Вот за подобного рода желтые карточки совершенно необязательные. Можно в раздевалке потом получить, так сказать? Ну, наверное, у нас нет таких игр, где мы себе можем это позволить, да. Да, но вот, например, мне за желтую карточку, там, Каправов не раз сказал, что я там какие-то личные амбиции, когда начал с медведем толкаться, когда нам надо было отыгрываться, ну и он прав. Вань, ну это был удивительный эпизод, честно, у нас очень улыбнул. Да, понятно, да, понятно, это я не прав здесь, но давно так не было обидно в том эпизоде. Посмотрим, как сбивает Кокаций здесь, ну, в своем стиле сыграл, вот такие, это фирменный, наверное, знак Евгения. И здесь, особо-то ему никто не нужен, пожалуйста, да, доставьте только передачу туда, в штрафной, и Кокаций, собственно, все сделает. Я вот уже в концовке матчика 4-2 стал счет, да, сейчас посмотрим гол после передачи. Да, казалось бы, простенько, но Нестратов здесь не видел. В концовке уже, ну, ладно, скажу чуть попозже, смотрим мы за вторым мячом. Ну, Мадьяров здесь, ну, на опте, да, это, можно сказать правильно. Здесь кто не доглядел, как ты думаешь? Или здесь заслуга все-таки Мадьярова в основном? Немножко упустил, но момент, кто с Мадьяровым играл, там стеночка простая, видимо, тот не побежал, наверное, смотрел на мяч, а не на игрока, и потерял игрока. Так, это у нас становится 3-2, да, да, 3-2 становится, вот, контратака, контратака, идет уже конец матча, Антоников здесь решает, собственно, эпизод, 4-2, и все, мы уже начали готовиться к следующему матчу. Основное время, да, закончилось, я уже, честно говоря, написал у себя заметках, что все, отыграться невозможно, и смотрим, что происходит в добавленное время. Происходит невероятное, вот Демин бьет, виноват Нистратов, как думаете? Его гол. Ну, вообще, недалеко от него мяч, наверное, в полуметре. И даже докоснулся он до мяча, достал его. Ну, и в опорной зоне там провал был, вообще никого не было. Ну, и, пожалуйста, да, здесь кто, да, здесь, ну, можно назвать привозом, это Мадьярова и Яшина, да, которые не доглядели там. А, ну, там, по-моему, Яшин немножко неудобно отдал передачу, и они потеряли мяч, по-моему, да? Да, да, вот вблизи своей штрафной, и Беломытцев делал счет 4-4, результативнейший, фантастический ничья. Говорят, что Илья Савченко был просто вне себя от ярости. Можно понять. Я согласен, да, я согласен, это, я не знаю, это разгильгайство, это что-то еще, но вполне возможно, может быть, даже можно лишить премиальных, Ваня, как думаешь, вот, за такие вольности, за такие, просто, отдачи игр? Ну, да, нет, да. Наши представители Кегли спрашивают про премиальные. Насчет премиальных я не знаю, но, наверное, просто некоторые игроки с опытом, ну, ведят 4-3, наверное, там, играть в перепас вблизи ворот, наверное, может, и не стоит. Здесь все-таки не совсем уж такой уровень, да, люди даже молодые, вот мы, как там, Москва, возьмут, забьют там на раз-два. Поэтому, может быть, попроще надо играть в конце. Осталось у нас два матча, которые мы обсудим в западной премьер-лиге. Это игры ЛЧО, первый матч с Магистралью 4-4, ЛЧО ввел со счетом 3-0, но умудрился упустить победу, да еще и сравнял лишь на 60-е минуты вратарь Рорецкий. Сравнял счет, вот, может быть, такое, что, Ваня, например, Каправов пойдет бить на 60-е минуте пенальти? А там как было, вратарь Магистрали пошел? Нет, ЛЧО, вратарь ЛЧО пошел бить. Ну, вообще, Каправов достаточно неплохо себя в поле чувствует, ну, наверное, вряд ли, вот, но в целом мог бы. Ну, и ЛЧО, один из ваших конкурентов за место подсолнца? Ну, и в воскресенье ЛЧО еще встречался с Портером, которому проиграл со счетом 3-1, но здесь Портер, что называется, на опыте уже сыграл, и ЛЧО не дал шансов, хотя проигрывал со счетом 0-1, и волевая победа досталась подопечным Максима Ковальчука, и команда продолжает лидировать. Попросили мы нашего гостя еще все-таки немножко задержаться, потому что кегли имеют дубль, представленный в третьем А-дивизионе, и там как раз в эти выходные будет череда важных матчей, решающих. Вань, насколько вообще тебе близок дубль, да, часто ли ты приезжаешь помочь своим коллегам по футбольному цеху? Ну, достаточно близок, во-первых, мы по средам тренируемся с дублем, их время, мы к ним приезжаем из основы, кто может, плюс в дубле, ну, почти все, кто играл в кеглях, и в принципе, скажем так, если так можно выразить, мастодонты, там, кеглей, там, большинство и харизматичных людей, с которыми приятно общаться, поэтому всегда рад, когда зовут и когда могу, там, перед играми-основами не приезжая, и вот если после игра, обязательно, там, если в Москве приезжая. И вот в понедельник знаю, что важная игра, ну, вот, потому что меня и даже добавили недавно в чат дубля, ну, вот, поэтому знаю, что вот игра, по-моему, там, с четвертым местом, да? Да, да. Да, а дубль на третьем? А дубль, разве на третьем? По-моему, даже на втором дубль, нет, дубль на третьем, все верно. И также в этом туре встречаются, также прямые конкуренты. Да, первое-второе место. Первое-второе место, это Цемент и партизан. Ты мне вот до передачи, так, можно сказать, некий инсайдс дал, что ты был на игре с Цементом, принимал участие в этой встрече. Как вы сыграли и какое впечатление на тебя произвела эта команда? Все-таки, наверное, разница чувствуется? Ну, Цемент не прямо, наверное, глобально, да, потому что команда на первом месте стремится там во вторую. И ребята, честно говоря, такие удивились. Сначала показались грубыми, но потом в процессе игры я понял, что у них такая абсолютно спортивная хорошая злость. То есть они, да, там стыки, борьба, но при этом это не заходит за грань, они, то есть нет ничего такого. Поэтому, в принципе, было очень приятно с ними поиграть. Такая игра еще сумасшедшая была. То есть каждый там 6-7, да, 7-6 закончилась, да, по-моему. Ну, то есть было интересно. Мы там в первом тайме получили, отыгрывались, получали. То есть интересно было играть. Менялись там семерками. Вот таких эмоций, наверное, в высшей лиге не хватает, да? Ну, здесь можно себя как-то почувствовать где-то, да, немножко по-другому. То есть не отбиваться, а где-то идти вперед, забивать. Поэтому, конечно, тоже приятно поиграть за дубль. Интересно, а тебя все-таки все равно на позиции центрального защитника определили? Или дали свободу действия? Нет, я крайним защитником играл и в полузащите играю. Навыки есть. Центральных там два защитника есть. Но если отсутствует, я играл и на позиции центральной. Но здесь крайнего защитника играл. Ваня, в четверг, в понедельник вы играете с флагманом, с четвертым местом. Скажи, пожалуйста, будешь ли ты на этой игре? Ну, вообще планирую, должен быть. И вообще, вот про дубль, про дубль всегда идут разные разговоры, что из разряда команда играет, проигрывает, допустим, первый тайм, там, со счетом, грубо говоря, 3-0. Потом приезжает, грубо говоря, Иван Никифоров, Дмитрий Козлов. Ну, скорее, Щербаков. Щербаков, да. Ну, мы не так... Это про вас история? Нет, мы на самом деле, Козлова редко приезжает. Я тоже, может быть, в этом сезоне почаще, так, в том году, может, на четырех играх был. Вот, ну, Щербаков часто, он даже, можно сказать, больше за дубль сейчас играет, чем за нас. Вот, там, грубо говоря, ну, так идет в лидерах снайперов. Вот, поэтому, ну, вообще, там на 95% команды своим составом играет. Вот, поэтому... Друзья, я скажу такую вещь, что Дмитрий Ершов выступает за футбольный клуб «Флагман», а Иван Никифоров будет за «Кегли». И будет супер матч, супер дерби, я обязательно это посмотрю, и «Флагман» победит. Будет интересно. Будет интересно. Мы через следующий выпуск обязательно обсудим эту встречу, но я жду ее с нетерпением. Я вот постараюсь ее с осторожным обязательно прийти посмотреть. Вань, и заключительный вопрос. Понятное дело, что, наверное, тяжело разбираться во всех дивизионах, вот, но на кого поставишь? На партизан или на цемент? Ну, честно говоря, партизан просто не видел, поэтому, наверное, так как с цементом сыграли и понравились, поставлю на цемент. Замечательно. Ждем от цемента победы от «Флагмана» и «Кегли Дубль» непримиримой борьбы. У нас в студии был в гостях Иван Никифоров, центральный защитник футбольного клуба «Кегли», или же крайний защитник «Кегли Дубль». Вань, большое спасибо тебе. Спасибо, что позвали. Обсудили мы перипетии западной премьер-лиги, все, что с ней связано, в том числе Еврокубки. И, как вы уже можете наблюдать по телевизионной картинке, к нам вернулся. Надеюсь, что уже поправился в полной мере и вернулся к работе. Максим Киселев, Максим, мы тебя здесь приветствуем, в нашей уютной студии. Ну, пару кило-то прибавил, то точно. Поправился окончательно. Всем добрый вечер, снова рад здесь присутствовать. И, может быть, тогда, как народный комментатор, предложу прокомментировать визионы, которые идут у нас ниже, чем премьер-лига. И, может быть, кубковые матчи, которые состоялись на Москву. Лига Москвы, да. Давайте расскажи, Макс, Дим, кто что знает, какие результаты. Ну, собственно говоря, две команды наши западные участвовали в Лиге Москвы в этом туре. Дюпель-13 играл на выезде с командой Гагарин и одержал уверенную победу. Так же, как в чемпионате, сыграл очень здорово. На следующий день очень здорово выступил в Еврокубке и обыграл Гагарин со счетом 3-0. Дюпель-13 возглавляет свою группу, группу А, имея после трех матчей 100% показатель. Три игры, 9 очков, вопросов здесь нет. Красавцы. Я думаю, что должны выходить. Красавцы. К Дюпле вопросы только по внутреннему чемпионату имеются, но к этому чуть попозже вернемся. И второй, соответственно, представитель у нас в Лиге Москвы. Это команда Комунар. Вот у нее не все так гладко идет, соответственно, в Лиге. В группе С они выступают и на этот раз смогли набрать первые очки всего-нам-всего. Но ничья 4-4, что-то даст она или нет, Комунара пока что сказать очень трудно. Шансы не такие высокие, поскольку первые два матча были проиграны. Одно очко после трех игр и вот, наверное, только если все три выиграют встречу. Ну, может быть, или две победы и одна ничья при, опять же, удачных раскладах в этой группе. Там вообще, на самом деле, я не знаю, что там за первые две команды, но то, что я видел Комунар, честно говоря, ну, неплохой состав, неплохая игра. И меня удивляют результаты в Еврокубках, потому что одно очко. Ну, странно, я не знаю, что там за две первых команды, что там, как там возят, может быть, как-то две другие. Ну, что получается, что у нашей один балл. Более того, что еще более удивительно, Дюпель идет в своей группе на первом месте, при этом в чемпионате во внутреннем первенстве дела идут не очень хорошо. А Комунар здесь, в Лиге Москвы, выдает такие себе результаты, но зато во внутреннем первенстве хотя бы более-менее там деловая команда. Ну, по крайней мере, держится на плаву и по-прежнему претендует на третье-четвертое, наверное, места. Ну, да, вот такой парадокс у нас имеет место быть между чемпионатом и Лигой Москвы. Что, может быть, к Кубку Москвы тогда приступим? Пожалуйста. Соответственно, в Кубке Москвы у нас выступают три команды, и здесь результаты все, собственно, разные. Ватутина, моя любимая команда, выиграла у северо-западной «Энергии» со счетом 4-3. Там была потрясающая концовка. Вели 3-2, «Энергия» забила третий мяч, и Ватутина вырвала уже просто в компенсированное время. И обещали показать очень интересный ответный футбол там, на северо-западе. Также «Портер» порадовал нас победой над командой. Ну, вот здесь такое созвучие. «Портер-СВ» надо отметить. Да, такое созвучие здесь получилось. «Портер-СВ» выиграл у «ПСВ». Вот практически стихия получается у нас. Ну, вот 3-1, уверенная победа нашей западной команды, несмотря на то, что «СВ». В принципе, и достаточно неплохие шансы на то, чтобы пройти в следующую стадию, в 1-8 финала. Ну, и немножко подкачали у нас молодая команда «Феникс Раменки». Мы отмечали ее в предыдущих передачах. Здорово ребята играют, и тренер очень… Я, кстати, предлагаю, как раз, раз мы уже заговорили о «Феникс Раменке», показать интервью. Оно, правда, уже такого… Обладает неким сроком давности, да. Но я думаю, что так же было оно записано после Кубка Москвы, и, в принципе, имеет место быть в нашей передаче. Тем более, что там «Феникс», наоборот, забил 8 мячей. Да. Наша команда «Феникс», только «Феникс Раменки». Вот, по району, в котором мы выросли как команда, и ключевую роль играют до сих пор все игроки, которые в «Раменках» живут и начинали. Ну, конечно, победа у нас получилась волевой. После первого тайма мы проигрывали 1-3, мы проигрывали по ходу игры. Если учесть то, что в первой игре мы проиграли 2-3 на поле в Бескудниково, то ситуация была достаточно сложная, но ребята проявили лучшие волевые качества. Я считаю, что вот на морально волевых мы и выиграли. Ну и потом, на этой неделе у Максима Крупенина был день рождения, и мы не могли проигрывать в такой ситуации. А сам Макс, на мой взгляд, сегодня был лучшим, и его выход в концовке окончательно довершил победу. Ну, вернее, разгром нашу победу определил, довершил поражение соперника. Дали ему подышать 3 минуты, вышел, еще пару голов сделал. Да, Максим, мы тебя поздравляем тоже с днем рождения. Здорово сегодня сыграл, красивый гол, принял мяч, здорово прокинул защитника и покатил мимо вратаря. Как удается такие мячи забивать? Школа у тебя хорошая или как? Я никогда не занимался футболом, вот как раз в Раменках выросли, там начали играть футбол с своей командой, практически все мои одноклассники, кто-то из района. Игра получилась хорошая, упорная, но, я думаю, решающий сыграл мотивацией, потому что в первой игре обидное поражение было. Проиграли 3-2, судейство, поле, много факторов сыграло. Но сегодня мы подошли в полной готовности, не боялись соперника, бились до конца. Получается, 1-32 финала вы прошли в красивом стиле. Какие задачи на турнир вообще ставите? Наверное, к главному тренеру вопрос. Да, я уже в интервью говорил о том, что мы рассчитываем, что должны быть в шестерке, но с вами будем бороться. Это вы про чемпионат говорите? Понятно. А на кубок какие задачи? Чем дальше, тем правильнее для команды. Других задач у нас нет. Не всегда получается, но мы должны к этому стремиться. То есть каких-то турниров, которые мы рассчитываем пропускать, как делают некоторые, у нас таких нет. То есть мы на каждый турнир выходим с одной задачей – побеждать. У вас, я вижу, что команда молодая, ребята 90-х годов, начало 90-х, даже, наверное, больше 95-й и туда ближе к 2000-м годам. Поэтому сил хватает? Ну да, вот средний возраст где-то 21 год, 22. Вот 95-й год рождения – это тот класс, на основе которого и сформировалась команда «Феникс Раменки». Вот Максим Крупенин, Саша Лезнов, Иван Холмов, Кирилл Хусейнов, Тимофей Смирнов. Вот эти игроки были в основе команды. Потом подтянулись еще помоложе ребята и постарше ребята. И у нас получается такой некий баланс, считаю. Ну, считаем, что нам по силам развиваться и дальше. Потому что ребята не только играют вместе, они и живут вместе, и общаются вместе. Как семья, грубо говоря. Да, большая такая семья, получается, из Раменок. Вчера в чемпионате у вас была игра. В целом, вот позавчера была игра. В пятницу, я-то знаю, что Портер пошел на встречу, да, перенесли. Но вот, к сожалению, не удалось с Портером выиграть, ничего страшного. Но вообще в целом, вот как вам по чемпионату дивизион 2Б, что скажете? Могу сказать, что команд 10 очень приличных. Это безусловно. А те, кто начали не очень удачно, такие как Искра, Заречья, они еще подтянутся, скажут свое слово. Недаром они были в середине во второй лиге в прошлом году. Я считаю, что должны подтянуться и Сету, и Скифы. И чемпионаты долгие, он все расставит, я думаю. Ну, в целом, надо сказать, что наша мини-Москва, так скажем, достаточно успешно продвигается по своему Еврокубковому пути. И хотелось бы, чтобы команды из низших дивизионов тоже представляли, имели возможность играть в Еврокубковой весне. Но мы непосредственно к первому дивизиону обратимся. Пока далеко не ушли от Дюпеля, Дюпеля 13, я предлагаю сразу же главные сенсации первой лиги за минувшие две недели. Видео предлагаем вашему вниманию. Соответственно, Макс, правда ли, что это действительно сенсация? И вообще, вот, были разговоры, да, про то поражение Альбиона, да, которое не засчитали, будет матч переигран. Но мы об этом не будем говорить. Хочется спросить про сам Альбион. Насколько команда сейчас действительно заслуженно идет на второй строчке. Потому что на 5-1 от непосредственно Дюпеля 13, который лихорадит команду, это много. Ну, ты знаешь, я бы сказал так, что Альбион, какой-то срыв, что ли, у них произошел в этом матче. Поскольку те игры, которые я видел, которые проводил Альбион, они меня очень впечатлили. Причем с серьезными достаточно соперниками. Был обыгран Комунар, да, и был вот срыв у команды Внукова, которая вот, кстати, в таблице идет на третьем месте. Но она проиграла со счетом 1-3, да, если я не ошибаюсь. Ну, смотри, кто сбивает. Пожарник Вячеслав Илюхин, да, Селиванов, ЩК, да, еще называют. Люди, которые играли в премьер-лиге. По сути, двоем они, да простите меня, кстати, доски, которые ЗК и доигра, люди, которые, вот три человека, можно сказать, возили некогда нынешнего лидера первой дивизиона, а некогда аутсайдера премьер-лиги. Ну, откровенно говоря, я бы сказал, что Альбион, наверное, вот заслуженно идет на втором месте, потому что меня игра команды впечатляла. Дим, ты сказал, что не будем говорить о вот этом вот пресловутом матче с Ультрой. Сегодня просто вот совсем прям свежая информация. Есть чат первой лиги, сегодня туда добавлен был Иван Ершов. Я не знаю, почему его там не было, потому что команда в первой лиге играет, но его почему-то там не было. Уже к двенадцатому туру Иван был добавлен, и там уже чуть ли не бойкот начался. Команды позвучали такие просто кардинальные революционные предложения, что давайте бойкотировать, не будем играть с Альбионом, это несправедливо. Ультра жалко, кто-то предлагал приехать там с баннерами, поддерживать ее, кричать там, дудеть в дуделке. Но другие говорили, что никаких переигровок. В общем, в итоге Иван сделал такой жест, что сам позвонил в КДК и сказал, что если вы примете решение, что переигровки не будет, мы не будем возражать. Вот такой благородный жест. После этого все похлопали, сказали, что мужской поступок. И вот сейчас это... И добавили в чат. И добавили в чат. То есть вопрос сейчас подвешен, непонятно будет переигровка 6 ноября или нет. Но вот этот, конечно, мужской жест со стороны Ивана я бы хотел отметить, потому что, ну, все-таки мы говорили о регламентарных вопросах, да, и о вопросах справедливости мы говорили так же. Это, конечно, такая палка о двух концах, но сам жест капитана Альбиона заслуживает отдельного внимания, на мой взгляд. Безусловно, большая благодарность Ивану, потому что не всегда, к сожалению, в руках лиги есть даже, наверное, да, есть все инструменты, чтобы решить вот такие моменты. Поэтому где-то нужно действительно вот прибегать к тому маслу в голове и что-то самому анализировать, да, какие-то выводы делать. Ну, Альбион у нас отличается в каждой лиге. В прошлом году команда ушла с матча, если вы помните, да, тоже там был небольшой скандал. Да, и мы пытались до Ивана Ершова дозвониться, дозвонились, пригласить передачу, как-то это обсудить, но все-таки он тактично отказался. Ну, вот в первом дивизионе тоже, видите, некие такие проблемы, но если Иван поступил так, да, то действительно это очень мужской поступок, его можно только одорвить. Тем не менее, поражение первое в этом чемпионате, официальное, так скажем, да, и давайте все-таки вот, Дим, перед самым тем, как мы начали смотреть, ты сказал про суперматч, но там был суперго, который, наверное, ты имел в виду, давайте его обязательно отметим и посмотрим отдельной строкой. Забил его, давайте, на счет три скажем все дружно, раз, два, три, пожарник забивает, его не сон работает с нашей командой, посмотрите, ну, сумасшедший удар. Ну, Илюхин вообще мастер ударов, и кладет он, конечно, такие, ну, не такие, а штрафные в свое время, ну, просто бесподобные, что в формате 11 на 11, что 8 на 8, просто фантастика здесь. И здесь он еще раз доказал, какой он мастер. И ты видел, с какой спокойной улыбкой Вячеслав воспринял такой гол? Ну, для него это обыденное дело, да, он и сухие листы забивал в финале Кубка ЛФЛ, поэтому здесь ничего такого нету. С тем, что проиграл, собственно, Альбион, у нас в первом визионе образовалась возможность Успенскому выбраться, собственно говоря, в единоличные лидеры, чем он и воспользовался. Вот, кстати, с командой Ультрой встречался Калекив, собственно, где выступает Дмитрий Ершов, Вадим Фирсов, да, победа 8-1, но я не могу сказать. Михаил Меркулов. Михаил Меркулов, да, где-то тоже там выступает. Не так все легко-то получилось на самом-то деле, вот Ультрой неплохая команда, обученная, был дождь еще, поле скользкое, любой оскок, все могло, знаете, сами знаете, как может все складываться на поле. Даже несмотря на 8-2? На 8-2, ну, в целом, я не помню, честно говоря, 1-0, по-моему. То есть был скользкий такой, да? Как погода, был скользкий счет, да, и в концовочке уже немножко ультра развалилось, и мы уже, собственно, добили, но была упорная игра. Да, владели территориальным преимуществом, да, имели моменты, но вот реализовать полностью удалось только в концовке. В концовке матча этого, поэтому, ну, добавлять, наверное, что-то излишнее, ну, вот, реально ли, друзья, 30, сколько, команд, 20, по-моему, да, команды первые? 20 команд. 20 команд, 38 побед, реально, как вы думаете? Ну, так сказать, я когда был вот с Ивановым Никифором, там что-то про премиальные заходил разговор, я думаю, что если премиальные будут за все 38 матчей, то я думаю, что можно попробовать. Ну, Димыч, что ты думаешь? Ну, я думаю, что премиальные стоят на все 38 матчей. Нет, 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 ну, Максим и финансовую плоскость пошел, вот что касается игровой, скажи. Я согласен, что с Максимом в том плане, что не стоит ставить в одну, так скажем, когорту, да, в один ряд команды, которые имеют некое финансирование в первом дивизионе, и команды, которые не имеют финансирование. Ну, а при чем здесь это? Я понимаю, что можно говорить о том, что есть финансирование, нет финансирования, но, да, ведь в премьер-лиге тоже, там, не всеми. Ну, а если отвечать на твой вопрос? Ну, Кегли же обыгрывают, например. Да, возможно. Вот, вот я только хотел, понятно, что если в нюансе, да, то мы будем, можно об этом говорить, но в целом просто не брать какие-то внешние факторы, чисто по футбольному. Реально ли 38 побед? Конкретно вот для Успенского, которая вот сейчас показывает ту игру, которую показывают, я думаю, что реально. Ну, рекорд же можно установить в первую дивизию, такого, мне кажется, повторить, практически пока не реально. Ну, нет, 38 побед, это, конечно, это... Ну, это круто, да? Ну, это... не знаю, я вот, честно, я не вижу в этом никакой крутости, и более того, я не думаю, что это реально, потому что, ну, хорошо, вот сейчас Успенская там первый круг пройдет без осечек, да, наберет там... Много очков, большой отрыв себя обеспечит. Ну, я не уверен, что во втором круге команда хотя бы хоть раз, но оступится. Ну, просто из-за того, что хотя бы мотивация пропадет уже, как таковая. Ну, к примеру, да, вот возьмем, вот московский Спартак поехал же к тульскому арсеналу в последнем туре, тренер заявлял, что Массимо Каррера говорил, что мы будем повторять рекорд, мы будем там умирать, мы будем выигрывать, а в итоге счет какой? 0-3. Ну, и Каррера, и Каррера лукавил, потому что не заставит никакой тренер, никакой великий мотиватор команду, которая уже стала чемпионом, единственный раз там за 16 лет, биться вот в последнем туре. Ну, это сложно, даже не хочу возвращаться в финансовую плоскость, но если... А, ну это, да, безусловно, премиальный, это как мотивация. Даже выиграть вот последний матч, который, в принципе, могут и ничего не решать для Успенского, я думаю, что так и должно, по идее, быть. Ну, что последние туры для Успенского не будут решающими, и, в принципе, даже первое место могут решить заведомо. Вполне возможно. Я бы хотел еще на одну команду обратить, друзья. Но очень команда, это мне нравится, и по игре, и как относятся к этой команде, это команда Арсенал, который прет как танк. Евгений Бакланов, вообще не стареющий, мне кажется, просто создал какой-то сейчас коллектив, просто Зубров, там и Кораблин добавился, и кто только не играет там, да, но играет здорово. Обыгрывает и Боровку, 8-2, да, в последних двух турах, и Аланию, 8-2 отгрузили. Что происходит с одной из самых ветеранских команд? Слушай, ну я вот... Стыки светят. Да, да, вы понимаете. Уже на четвертом месте. Мне кажется, что Женя Бакланов, он в кошмарах видит это возвращение. Но вы две, да, я согласен. Западной премьер-либе. Не является, да, увидев на четвертом месте. Но, судя по словам игроков Арсенала, коллектив сейчас собран приличный, причем на каждую группу чуть ли не два состава собираются, поэтому даже в плане физики, да, Арсенал, казалось бы, может дать фору некоторым коллективам, в общем-то, абсолютно точно. И более того, я думаю, что у нас будет повод и возможность пригласить Евгения Бакланова к нам сюда в студию. Обязательно. Обязательно мы зададим ему все эти каверные вопросы. Перед стыками или до? Ну, может быть, ближе к Новому году. Или, знаете, к первому апреля. Потому что Евгений Бакланов обладает фантастическим чувством юмора. И, честно говоря, вот открою маленький секрет, когда мы брали у него несколько сезонов назад интервью, вот Дима не даст соврать, мы не могли его начать минут 15, честно, потому что мы смеялись от души. И просто мы не могли начать нормальный, плодотворный разговор. Друзья, ну, это все вверху турнирной таблицы. Здесь более-менее все понятно. Да, самое интересное, это внизу. Опять все меняется с плоскостью невероятной и частотой очень быстрой. Я бы отметил вот за прошедшие выходные матч Готагов против Интерос, когда 7-1 был в пользу Готагов. Даже 7-0, по-моему. Или 7-0 был, да. Еще во втором тайме и в результате доиграли до 7-6. Представляете, что происходит, какой азарт. Но все это ближе к низу турнирной таблицы. Вот за что, наверное. Но здесь, так скажем, вынуждена находится команда Аслан Готагов, потому что только сейчас они, грубо говоря, принялись за дело и начали набирать очки. Поэтому я думаю, что Готагов-то поднимется чуть повыше. И не стоит их причислять сразу же к командам, так скажем, второго эшелора. Абсолютно согласен. Они же вот зашли, являются правоприемниками команды Энерго. И, насколько я помню, у Энерго было всего-навсего 6 очков. Аслан Готагов сыграли, по-моему, 3 игры и 2 выиграли из-за этих трех. Ну, или, может быть, 4 игры и выиграли 2. Да, да, да. То есть 50% или даже больше. То есть команда зашла, в первый дизион не тушуются и сразу из места в карьер начинают набирать очки и подниматься в турнирной таблице. И буквально, на самом деле, у него столько же очков, сколько у СПКЮГЭ, которые находятся в стыковой зоне по 12 баллов. Кто еще начал набирать очки? Давай отметим, это Балтика Крылатская, которая в последних двух турах набрала 6 очков. И вот приблизилась уже не только к стыковым, но если так пойдет дальше, то может вообще выбраться и к середине турнирной таблицы. Так что за Балтику тоже мы немножечко так еще не успели атаки от премьер-лиговских. Войт, да, Балтика все-таки, это клуб с именем и тоже мы за этой командой так следим. Меньше, чем за Арсеналом. Да, 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 потому что все помним, знаем и уважаем эти коллективы. Все остальное, да, опять же. Я бы еще вот большой знак вопроса поставил бы напротив команды Алани. Вот это точно, потому что сразу, это вот что-то из разряда Комунара, да, в Лиге Москвы. То есть команда играет хорошо, команда борется, цепляется, забивает много. Ну, правда, выглядит просто, вот смотрится, да, хочется наблюдать за этим коллективом, но 18-е место, оно никак не вяжется с тем, что я только что сказал. Ну, ты знаешь, 4 ничьи сделала Алания, причем там сумасшедшие камбэки были с тем же Комунаром, там они 4-2 отыграли, сделали 4-4, еще в перекладину попали. И были другие матчи, когда они возвращались там в последние секунды. А вот из тех 7 поражений, которые потерпела команда, 6 были с минимальным счетом. Так что у Алании очень хороший футбол, и я думаю, что эта команда будет из подвала убираться. Я бы абсолютно с тобой согласен, что Аланию, несмотря на всю свою позицию, стоит отмечать. Принимали бы ставки, да, мы бы сейчас на такой вот крейсерский подъем бы поставили, поймали бы кучу побед Аланию. Да, с ЭДМ-2, кстати, они в ничью. Вот, кстати, я хотел спросить, два поражения подряд, Максим, вы уже на 9-й строчке, практически на экваторе, да, вот заканчивая, наверное, на первой дивизионе, закончим вот такой плотной серединой, твоей командой. Ну вот что, Георгия Кашикашвили где-то потерял нить, что-то где-то как-то не складывается. Были изменения, приходили игроки, сейчас ряд игроков, коль уж секретом это не будет являться, потому что сейчас мы все, трансферное окно у нас открылось, и мы сейчас это все увидим. Просто ряд игроков будет команду покидать, и придут ряд новых игроков, то есть сейчас команда продолжает строиться. Нельзя, на мой взгляд, сказать, что ЭДМ-2 это единый организм, у которого есть четкий костяк, и который вот идет именно к намеченной цели. Есть хорошие молодые футболисты, которые могут и результат принести, но пока что вот этой цельности немного не хватает. При этом шансы на стыки достаточно неплохие остаются, несмотря на два поражения. ЭДМ-2 в игре, 18 очков, а у Арсенала, 4-го, которым мы упоминали, 22, то есть всего на все 4 балла. Тут достаточно все плотно к стыкам. Это Успенская с Альбионом, они уже оторвались достаточно так неплохо. Но здесь вот к стыкам все близко, 5-6 команд, все меняется. Ну все, может, конечно, поменяться. Городок, да, был третьим, городок 17, в этом туре проиграл. Так он был вообще городок в третьей лиге, нормально? Еще недавно, я помню, вот, он играл в третьей, не мог оттуда вылезти. Раз, уже в первой лиге и на пятом месте. А так и до третьей лиги недалеко. А был на третьем вообще, да. Так и все очень зыбко, и вот я думаю, вот за третье-четвертое место будет борьба такая нешуточная. Ну я не знаю, Арсенал, как будет действовать Евгений Бакланок, если окажется на третьем-четвертом месте. Ну что? Всегда есть таковой матч, который можно проспать, не приехать, прогулять. Или просто выглядеть достойно в этом матче. Да, да, да. И выйти все-таки в западную премьер-лигу, конечно, с Евгением Бакланоком было бы приятно еще пару сезонов поработать. Ну что ж, друзья, обсудили мы первый дивизион. Достаточно интересно там все, и мы обязательно поговорим о статистических данных лучших бомбардиров, Go Plus Pass в следующих передачах. Сейчас мы спускаемся еще чуть-чуть ниже и поговорим о втором дивизионе 2А. Где вот, судя по турнирной таблице, по результатам, достаточно все плотно, все интересно. Максим, давай-ка нам поведай, что интересного произошло, что ты бы хотел рассказать нам. Ну, самая-самая плотность внизу, об этом чуть попозже. Что касается лидирующих позиций. Да, вот был репортаж о команде Классика, в которой представлены фанаты Реала Мадрид и Барселоны. А интервью читал Рамелем Ростунковым? Да, интересное очень интервью. С лучшим бомбардиром дивизиона 2А, между прочим, на секундочку. Да, вот команда Классика, собственно говоря, и лидирует в дивизионе 2А, обыгрывает конкурентов. Вот, в частности, в последнем туре победили... Давай два тура возьмем последнее, потому что два тура против Интера была в те выходные, тяжелейшая победа, потому что Ростунков как раз отмечал, что вроде ветеранчики, вроде старенькие, а всегда бой дают всегда наверху. Да, и еще три часа. И два раза выходят в 1-ю дивизиону и отказываются. Да, да, да. Тоже надо иметь силу воли какую, да. И на эти выходные, собственно, Адидас Ю-23, наверное, один из... С таким же результатом. Да, один из главных конкурентов, получается. Классика сейчас быстро подрезал крылья, что называется, и уверенно идет на первом месте. Да, Классика молодцы, обыграли и Интеру, и Адидас со счетом 4-3. А до этого, и об этом тоже надо, конечно, вспоминать, что был обыгран и Вильяминова, который идет следом за Классику. Собственно говоря, по 33 очка у двух команд, у Классика и у Вильяминова. Ну, Классика, наверное, заслуженно занимает первую строчку, раз уж обыгрывает всех своих прямых конкурентов. Вильяминова тоже в эти выходные, собственно, проводил встречу. Проводил он против кого? Против Интеры. Вот у Интеры сейчас сложнейший график. Вроде бы забиваем 3 в каждом матче. Казалось бы, да, должно хватать для победы, а по факту получается, что не хватает. В первом 4 забивает все-таки Классика, а в эти выходные Вильяминова аж 8, нагрузила Интере. Ну, Вильяминова очень сильная команда. Мы помним еще и по команде Кристалл, которые сияли просто в первом дивизионе. Вышли в высшую лигу и тогда отказались в пользу ЦДН. Команда очень сильная, то есть там до сих пор эти футболисты выступают. И они с четвертого дивизиона зашли, как мы помним, и не заметили ни четвертый, ни третий. Вот сейчас лидируют во второй лиге, идут на втором месте. Ну, здесь, я думаю, будет борьба до последнего между этими командами. И, наверное, Адидас тоже не стоит сбрасывать со счетов. Молодая команда, имеет материальную базу, но иногда получается форс-мажор. Ну, все может быть, я согласен здесь, но, в принципе, наверное, 3 команды здесь будут бороться за явное повышение в классе. Да, это Адидас, Вильяминова и Классика. Да, наверное, они так и пойдут дальше. Если в ближайшем туре ничего не изменится, никто не потеряет, то, наверное, так и будет. А вот, да, за остыки, там как раз Медик легендарный. Честно говоря, это, наверное, одна из дневных команд, которой я симпатизирую особенно. Да, и, наверное, Дима тоже симпатизирует. Нет, все-таки мы свою молодость, так скажем, начинали, играли на стадионе Медик. Вот мы его любим, и команда уже с 90-х годов существует, и, дай бог, столько же еще существовать. Поэтому эти команды, наверное, будут бороться за стыковые матчи. Максим, ты хотел сказать о подвале турнирной таблицы, что-то интересное, по-моему, было. Да, но вот тут суть какая, что фактически в дивизионе два подвала-то и нет. Поскольку, ну, представляешь... Там чердак. Ну, тут просто непонятно, подвал это или не подвал, поскольку, вот, к примеру, с 18-го места до 15-го у всех по 11 очков. У 14-го, 13-го, 12-го, 12 очков. То есть тут все просто буквально очко в очко. Команда выигрывает, из подвала тут же выбирается. Проигрывает, опускается туда в подвал. То есть, грубо говоря, Т-34, если одержит одну победу, при условии, что все их конкуренты проиграют, они могут оказаться аж на... На 10-й строчке. На 10-й строчке, да. А самое интересное, что Т-34, я вообще удивлен, что они идут на 18-м месте из 20-ти команд. Как там Подберезкин, там Иванов, там Чербаков был. Ну, даже три футболиста для второй лиги, ну, не могут они идти на 18-м. Я вообще не понимаю, что... Как Т-34 так умудряется выступать. Да, футболисты, которые годами выступали там в высшей лиге или самые высокие места и в первой занимали, ну, непонятно, то ли проблемы с приездом, они, конечно, существуют, но я видел, что игры были и с ними какие-то проиграны. Ну, честно говоря, меня это тоже обескураживает. Такой результат, ну, наверное, может быть, не хватает где-то мотивации таким вот футболистам, чтобы бороться за такие задачи в дивизионе 2А. Ну, думаю, что с такими, конечно, исполнителями должны они оттуда выбраться. Также на 19-й строчке реформеров в их активе всего 8 баллов, но, опять же, как мы говорим, ничего не потеряно. И, более того, у нас есть интервью с представителем этой команды. Давайте его посмотрим. Да? Круто. Круто. Ну и все, можно к 2Б или нет? Да, да, к 2Б, конечно. Капитан команды реформер Кирилл Кудрявцев после матча с Медиком. Кирилл, проиграли 4-0, потом 2 забили, здорово двигались, но все-таки 5-й пропустили. Чего не хватило? Счет по игре как, на твой взгляд? Думаю, что впервые перестроились в защите, сделали там анализ первого тайма, в чем были проблемы. Плотности не было, подборы все проигрывали, начали второй тайм очень активно. Зажали соперника первые 10 минут, давили-давили, но что-то там вратарь творил чудеса, и как-то немножко не везло, но я считаю, что в втором тайме сильно прибавили. 15 минут первые мы играем, у соперника ничего нет, а потом пускаем 5-й гол, а из их же первой атаки, как-то, не знаю, ничего не хватило, может, немножко удачи не хватило. Так-то, мне кажется, мы заслужили побольше голов забитых во втором тайме, так точно. В этом сезоне пока не шибко клеится, команда находится в зоне вылета. Ну, вообще, как планируете ситуацию исправлять, и какие задачи вообще у реформера на этот сезон? Ну, вообще, у нас изначально, как мы вышли в вторую лигу, у нас каждый год мы боролись сюда за выход в первую лигу. Это в конце того сезона, в начале этого, какой-то кризис у команды. Но сейчас перестройка идет глобальная. Сегодня играло 5 новых игроков, 4 новых игрока. И как бы уже прогресс по игре виден. Я считаю, что ближайший тур мы наладим буквально 2-3 игры, выйдем из этого пике и уже будем подтягиваться. После... То, что я в ЛФЛ играю, там во второй лиге сегодня, в этом году, самый слабый состав, я считаю, таких слабых команд я не видел. По сравнению даже с прошлым сезоном, просто какая-то нереальная пропасть. Такое ощущение, что напоминает, когда в третьей лиге еще играли, что по уровню... Второй сезон уже стало как третья лига. Как-то... Ну, у нас такие соперники были. Я вот реально вот видел одну-две команды, которые такая серьезная, остальные какие-то не очень, по мне лично. Ну, вот несмотря на те потерянные очки, которые в начале сезона, сможете побороться, может быть, за стыковые места? Получится? Нет, стыки точно. В этом году, этот год у нас будет переходный однозначно. Перестройка в команде идет. Я думаю, что мы сезон закончим там. Думаю, в десятке мы точно будем, сейчас выйдем отсюда. Где-то место восьмое, седьмое, я думаю, что мы поднимемся тоже точно. Можно? Вот такой запутан у нас дивизион 2А, но есть еще у нас дивизион 2Б. Вот, коллеги, мне кажется, что в дивизионе 2Б там более все разграничено и все понятно. Два первых места, это Феникс 9 и Портер СВ. На мой взгляд, они неприкасаемы. Они, мне кажется, так и пойдут вместе. Вот что считаете по этому поводу? Да, я соглашусь, пожалуй, Феникс 9 и Портер СВ. Феникс 9 вообще интересное название. Мне кажется, что здесь где-то вот Феникс, он восстает из пепла, да, а 9 это где-то от количества жизней у кошек, да, запасных. Или, может быть, это девятый игрок, чудесная птица, которая девятая уже на поле. Типа как 12 номер болельщиков, а здесь девятка у птицы. Да, Феникс это сказочный вот этот вот птиц, который помогает команде. Он из пепла восстает. Но давайте напомним, что Феникс 9 это команда Дмитрия Булкина. Вот логично было бы назвать Локо 2, например, или Локо Любитель. Локо 9. Или Локо 9 хотя бы, да, почему бы нет. Да, и там собраны футболисты, которых подбирал Дмитрий Булкин, которому посоветовали какие-то товарищи старшие, так скажем, сделать команду. И команда идет пока что с хорошим достаточно результатом. А может быть, просто Дмитрий Булкин назвать, как вот Аслан Гатагов у нас есть? Ну, кстати, да, интересно. А здесь был бы Дмитрий Булкин. Да, 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 тоже вот интересный вариант. Второе место Портер СВ, но там Портер тоже, действительно, хорошо смотрится. Там ведомый кем? Легендой любительского футбола. Который забивает и в московских кубках. И в московских кубках. Это Максим Сергеевич Ковальчук. Также там Иван Коротков, там Максим Ельцов. Там шикарный состав. И я жду лично матча Феникс 9 по Портер СВ. Вот это будет заруба. Было бы интересно, если бы был бы Дмитрий Булкин заявлен за Феникс 9, посмотреть вот это противостояние Романа Гаранин-Дмитрия Булыкина. Где-то на угловом там, может быть, могли бы встретиться. У любых ворот, кстати. Да, наверное, так. Отдавая дань современному стилю, да, что нападающий с ним приходит на штангу, вот было бы интересно побороться на... посмотреть, как борется два метра. Ну, Макс, ну давай, давай все-таки. Я вижу, что уже почти перегорел ты, Атлетика, пятое место. Заерзал уже даже за метро, да? Ну, что, пятое место, это пятое место. Ну, дает оно право где-то побороться, может быть, за третью, четвертую строчку вполне. И к тому же в следующем туре матч с Турбиной, который идет на третьем месте. Тут вообще, вот мы не отметили, что Портерсвей играл с Ватукина. Тоже встреча, можно сказать, команд, которая показывает несимпатичный футбол Ватукина, да, в принципе. И он был наверху какое-то время. Да, буквально в тройке было. Да, и сейчас он, в принципе, достаточно недалеко от стыков, и от третьего места. Вот, поэтому все, в принципе, рядышком. Здесь победа Портерсвей со счетом 2-1. И, но, как по словам очевидцев, было два пенальти. И два незаслужных пенальти. Ну, если их убрать, да, то получается... И оба не реализованы. Да, да, то получается 1-0. Как ты говорил, что футбольный бог, может быть, здесь и свое слово сказал. Да, да, то есть и там, и там. Получается все честно и все справедливо. Максим, да, твоя вот атлетика, с кем встречалась у нас, напомню? С Турбиной. Мы приехали встречаться с Ангуштом, но, к сожалению, Ангуштом... Да, и ты радостный, собственно, я помню, с Ксением ехал домой. Ну, я записал, как обычно, на опыте 5-0. И, соответственно, мы сейчас... Расставил голы, разумеется. Расставил голы. На опыте. Да, на опыте, да. И теперь мы ждем Турбину. У них, я знаю, трудности со сбором. Они просили матч перенести, но у нас, к сожалению, это не получилось. Вот, ну, Турбина, я уверен, что эта команда очень дисциплинированная, хорошая. В первом дивизионе долго играла. И они приедут, и нам бои обязательно дадут. Кстати говоря, кого бы я еще... Придемли им, да. Кого бы отметил я в дивизионе 2Б, так это Спарту, которая, кстати говоря, одержала в последних двух матчах две победы. Одна из них, ну, Турбины, кстати говоря. Говорят, там на тренерском мостике просто какие-то схемы тактические. Андрей Буров проявляет и свою команду ведет вверх. И неожиданная победа. Или ожидаемая. Сейчас на больное Максиму надоел. Атлетик уступил. Мы тоже проиграли Спарте. Да, мы Спарте проиграли. И также Андрей Буров руководил, там что-то рассказывал своим, чертил. Спарта гроза авторитетов. По 2Б дивизиона, получается? Получается, что да. Спарта очень опасная команда. И надо с настороженностью к ней относиться любому сопернику. Я бы еще, честно говоря, по дивизиону 2Б отметил команду Веер, которая тоже шла в лидерах, но в последнее время что-то совсем не задается у коллектива. Ну, проиграли, понятно, что Фениксу 9 лидеру 3-5. Это нормальный результат, в принципе. И сопротивление оказывали. Но вот последние три тура. Кунцевская династия 3-3, Можайский 1-3. И вообще вот в последнем проиграли Ники 4-5. Что с Веером случилось, не знаю. Конечно, там Станислав Сущевич очень переживает за свою команду, за этот результат. Ну, вот Веер из-за этого тоже вот был в тройке. Ну, потому что здесь 3-4 места, все очень зыбко. И в итоге оказался на седьмой позиции. Ну, я думаю, что Веер будет сражаться все равно до конца. Ну, сезон еще длинный, сезон интересный. Мы все шли-шли к тому, чтобы показать и прогнозистов 2-го дивизиона. По-моему, мы не показывали еще, да? Мы их не озвучивали ни в одной передаче. Ну, 2-го пока не показывали. Да, 2-го все, мы шли-шли и никак вот не могли. Искали-искали 2А, но 2А, к сожалению, пока что битвы прогнозистов не существует. Но я думаю, что мы... Призываем, наверное, да? Призываем, да, может быть, тоже какой-то такой конкурс сделать. Тем более мы вроде как обещали победителю какой-то памятный подарок от, собственно, любительской лиги, от передачи на туре. Ну и давай посмотрим пока что турнировую таблицу прогнозистов дивизиона 2Б. Вот сейчас на ваших экранах получается первое место. Михаил Булгаков. Не писатели, как мы когда готовились к передаче... Да, мы предположили, что где-то, может быть, здесь писательское мастерство проявило себя в ином, в иной ипостаси. Может быть, может быть. Надо будет узнать. Да, вторым идет Никита Егоров. 113 баллов. Ну вот. Третий Артем Белов. Это Феникс 9, по-моему, да? Да. Александр Бабурин на четвертом месте. Это не стандарт. Который, кстати, и поведал об отсутствии прогнозистов в 2А. Видишь, в 2А нету прогнозистов, а в 2Б лидирует. Вот может быть... И его команда идет на последнем месте. Вот как так, Максим, получается? Так она идет в 2А на последнем месте. И Александру пришлось залезать аж в 2Б лидирует, чтобы как-то поучаствовать. Интересно, интересно, интересно. Давайте пожелаем тогда Александру, чтобы команда поднялась в турнир на таблице, и чтобы он инициировал прогнозистов в 2А. Да, кстати, да. Да, Александр обладает той харизмой, которую мог бы поднять своих, так скажем, соперников на поле. Ну и 5-е место Валерий Драгун. У него 93 балла. Вот он пока не дотягивает чуточку до соточки. Из какой команды? Команда Скифа 2Б. Скифа 2Б. Да, ну вот такая у нас получается турнирная таблица в плане прогнозистов. Ну, будем также за ней внимательно следить, и через какое-то время будем обязательно ее, собственно, освещать. Друзья, что еще? Если что-то у нас интересное на повестке дня, 3-й дивизион, супердерби, флагман, с Кегли Дубль мы обсудили с Иваном Никифоровым. Кстати, Максим, 3-й дивизион, кто? Флагман или Кегли Дубль? Ну, давай я, чтобы быть корректным. Ну, сейчас Дима. Ну, сейчас Дима в студии, наверное, надо сказать штуке, флагман победит. Да, за дверью Иван Никиков. Да, стоит он с Кегли. Давай тогда я поставлю, не поставлю, а мне бы хотелось, чтобы была хорошая, красивая, результативная ничья. Вас устроит ничья? Нет. Ну, тогда придется на флагман. Ну, собственно, так мы и прогнозировали. В 3-й дивизионе с первым местом как раз все понятно, там лидирует импульс, и, пожалуй, насечки от этой команды ждать не стоит, Максим. Но вот зато потом уже, да, чуть-чуть пониже, есть некоторые нюансы, да, есть некоторые моменты, хотя и опять-таки тот же Сокол, да, казалось бы, который шел так же наравне с импульсом без потерь, уже имеется в графе поражения аж цифру 2. Да, команда Сокол выглядит очень симпатично, я бы вот отметил, что они на 8, на целых 8 очков опережают 3-ю, 4-ю команды, это форумы Бородино. Такое, несмотря на поражение, чувствительное поражение от первого места, от импульса, 15-3 тогда матч закончился, но тем не менее, все равно, какой отрыв-то огромный от 3-го и от 4-го места. Ну вот в этом туре снова случилась осечка, и мы опять отмечаем игроков, которые поиграли в командах дивизионам гораздо выше. Дело в том, что на игру с Соколом приехал Алексей Шибанов и сделал покер в этой игре, принеся своей команде победу со счетом 6-4. Неожиданное поражение Сокола, второго лидера дивизиона. Ну, Иван Лихоманов не унывает, он пишет, идем дальше, понятно, отрыв серьезный, 8 очков, и команда хорошая очень, и думаю, что, ну, несмотря на то, что случаются такие вот казусы, думаю, что Сокол явный второй претендент на повышение в классе. Интересно разворачиваются события в 3-б дивизион. Кстати, вот 3-б это какая-то уникальная группа, какая-то уникальная дивизион, потому что здесь представлено два дубля, и оба они идут в нижней части турнирной таблицы. Это что-то небывалое вообще на самом деле, да, мы видели там и КПРФ дубль, и Кегли дубль, и так далее, ну, многих. И все эти дублирующие составы шли где-то... И Атлетика дубль был тоже такой, да? На каком месте вышли? Мы вышли с четвертого места, но у нас было 20 команд. С четвертого места, вот, пожалуйста, да, а здесь и Ривьера дубль, и Балтика дубль идут внизу, это как-то странно. Думаю, что не всегда приезжает Алексей Шубанов на эти матчи, и, может быть, почаще бы стоило нескольких там игроков из основной команды действительно привлекать, чтобы ребята в дубле тоже держались на плаву и подтягивались. Кстати, Алексей Шубанов не тот ли такой достаточно тарановый форвард? Очень тарановый, крепкий. Да, насколько я знаю, у него такая была, проще, пушок. Пушок такой. Где-то я слышал когда-то, вот, если я не ошибаюсь. Ты знаешь, вот на Кубке Ермака я встретился с этим пушком, врезался в него. Это было такое ощущение, что я в бетонную стену вошел, вот, такой пушок не очень оказался мягким. Ну, это 3Б, извините. Дивизион 3Б, просто не бывает. Ну что ж, наверное, это все, друзья, да, наверное, о чем мы хотели рассказать. Вроде бы никого, ничто не забыли. Ждем выходных, ну и встретимся через 2 недели сегодня в студии. У меня был Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Максим Киселев, наш гость Иван Никифоров. Ну и до встречи, играйте в футбол, до свидания. До свидания. До свидания, дорогие друзья.